Всех приветствую на своем канале. Этот обзор был посвящен моим покупкам в Ярославле. В прошлую субботу я ездила, ну вообще ездила, хотела изначально погулять одна, получилось, что у меня немножко и по делу, очень приятному делу, потому что познакомилась с девочкой очень интересной, ну и в общем я думаю, что мы с ней продолжим общение. С ютуб она никак не связана и просто я думаю, не нужно об этом говорить. Потом получилось так, что все-таки уговорил, наверное, или я согласилась сама встретиться с Аленкой и ее подружкой Настей. Приятная девочка, кстати, оказалась, ну и ссылки, соответственно, на каналы будут Аленке, если кто не подписался еще на ее канал, то заходите, подписывайтесь, смотрите ее видео и на канал Насте. В общем, обзор будет посвящен моим косметическим покупкам, потому что я еще делала покупки сладко-чайные, но это я буду, думаю, записать отдельным обзором, потому что потом я еще дома покупала, в смысле, в городе кое-какие угличи сладкие шоколадки. Ну, в смысле, что сладости. В общем, год это сначала я расскажу о своих покупках небольших, а потом уже о том, что мне подарили девчонки. Предупреждаю, что настроение у меня было очень фиговое, но я слегка тормозила, не то чтобы слегка, сильно тормозила, потому что не спала две с лишним недели буквально, ну, максимум по три часа, наверное, в сутки вообще была в жутком состоянии, и даже, ну, как-то не ожидала каких-то положительных эмоций встречи с девчонками, думала, вот, лучше я где-нибудь погуляю, там, что ли, посижу в результате, что ли, мы посидели, правда, в другом. Встреча довольно хорошо прошла, и они меня, ну, на самом деле, очень порадовали. В общем, пожалуй, перейду я. В общем, сначала я зашла в Эфраше, еще с девочкой Аней, ну, как раз вот той самой, которая тоже увлекается Японией, и купила себе, правда, потом мы уже там пересеклись с девчонками, в общем, в Эфраше я купила два маленьких крема, оба я уже затестила, и, в принципе, я их себе чисто покупала, я уже не помню, зачем я хотела в Эфраше. Может, просто что-то себя порадовать, может быть, какое-то масло для душа от Эфраше, которое именно во Франции сделано, но его, по-моему, не было в наличии, что там не очень хороший ассортимент был. Духи мне новые не понравились, а Кодышик, кажется ли, как-то так. В общем, для меня они чем-то таким горьким пахли, когда мне Аленка опрыскала, я сама опрыскала, в общем, я так и не поняла, чем они пахли, я сначала думала, что у меня уже галюны такие насчет запаха. В общем, вот такой крем у Аленки обзорик, кстати, он тоже есть. Это у нас что? И на самом деле, вот как я, я-то думала, что это сделано во Франции, ну, еще-то, правда, подумала, что 25 лет в России, и, вероятно, Франция будет отмечать 25 лет своего представительства в России. И на самом деле это сделано в России, правда, ну, типа, под поддержкой, под присмотром Франции. На самом деле, в принципе, сделано нормально, на удивление. Допустим, в отличие от каких-то гелей, вот те же жорданы, которые сделаны теперь в России уже давно, или там детики жордановские тоже в России сделаны, или гели, которые заменили теперь Плюзернатур, сделанные в России, эти 200 и 400 миллилитров. Для меня они очень жидкие, но я где-то в своих обзорах, кажется, в пустых баночках, возможно, о них говорила. В общем, крем у нас до 06-го 2019-го года. Это у нас, соответственно, тут белым цветом на светло-зеленом фоне очень неприятно, не то чтобы неприятно, неудобно читать, потому что очень бледная. Вот для очкариков, ну, вообще как-то неудобно. Если хотите посадить зрение, пожалуйста, посчитайте этот тюбик. Что это у нас такое? В общем, тут флёрд-оранж и кто-то ещё. Учитывая, что тут наклейка, сейчас я её отдеру от вас, у вас. Ну, я уже пару раз его пользовалась. Тут миндаль, короче, флёрд-оранж. Пахнет он, мне кажется, ближе всё-таки флёрд-оранжем. Я вообще хотела его именно вот такой попробовать из-за миндаля, потому что когда-то в Ифраше была такая новогодняя серия с шоколадом миндаль, кажется. Если я путаю, и это было не в Ифраше, то вы меня поправьте. Но, по-моему, это всё-таки было в Ифраше. Он такой довольно жидкий. И если Олёнка сказала, что вот крем, она с арникой называет, что он такой же жидкий, на самом деле у меня есть крем с арникой. Он более густой консистенции. Я его когда-то покупала вместе с ней, чисто одна покупка такая была, и там в подарок что-то такое шло, что потом шло в подарок на моём единственном конкурсе на канале. В общем, он вот такой вот. Всё-таки, я не знаю, или у меня может цвет такой, но я очень надеюсь, что у меня светомузыка не включится сегодня. Он или всё-таки белый, или чуть-чуть вот с оттенком этого тюбика. Зеленовато-белый, возможно так. Мне так кажется, по крайней мере, он, не сказать, что он жидкий уж совсем, но он ближе к такой жидкой консистенции, очень быстро впитывается, незаметно как. Можно сравнить, как я сегодня купила картридер, потому что у меня мой сдох сломался на несколько дней назад, что мне затрудняло тут работу, приходилось включать ноутбук, ноутбук мой, потому что на моём новом системнике нет картридера, на старом был вообще старый крутой такой системник, всё реклама. И, в общем, как картридер я вставляла сегодня флешку, ну, допустим, где она у меня, ну, допустим, такую, да, возможно, фоном мяука от КТ, у меня теперь появилась КТ, 16 октября, КТ 3,5 месяца, чуть не говоришь, сказала года. Возможно, ну, там кто-то мне просил из подписчиков, кажется, в личку, я потом засниму его, постараюсь видос отдельно сделать. В общем, я вставила эту флешку, я не заметила, как, она уже отпечаталась на мониторе, и вот со старым картридером он у меня тоже долговасто тормогил, ну, короче, не так быстро. В общем, если сравнивать, то вот этот крем по впитываемости сравним с картридером, который я сегодня купила. Смарти, по-моему, или что-то такое, вот диски раньше были такие для записи. Да, я сегодня даже протестировала свой привод. Ой, что-то у меня тут всё падает. Тем, что я купила в моей последней поездке, в моем путешествии по Беларуси. Тут обычный CD-диск. Я очень люблю музыку органную. Тут понятно, я думаю, что зарисовано. В общем, крем я протестировала тот и другой. Очень долго сохраняется аромат на руках. И вообще, вот это вот такой кремик. 50 милл, 129 рублей. Ленка сказала, что дорого, но, в принципе, знаете, для и фрашерской косметики, пусть она и сделана в этот раз в России, но сделана очень качественно, на удивление. Это, я думаю, нормально. Потому что, допустим, 50 милл того же крема для рук, для сухой кожи рук в Гринмаме стоит, по-моему, я не знаю, как сейчас, но стоил 140 рублей на сайте Гринмамы. Так, а этот у нас, да, мне всё-таки кажется, что он не совсем белый, а именно с цветом чуть ближе вот к этому тюбику. Потому что вот здесь, мне кажется, он немножко желтоватый. Но, возможно, это у меня тут освещение такое, и это мне только кажется. Он точно такой же, соответственно, полужидкий. Пахнет очень вкусно. У меня вообще вот этот скраб у меня есть. Такой я его, кажется, ещё не доделала. Ну, скраб Гель Гамаш. Это у нас манго и кориандр. Здесь всё-таки уже более лучше видно вот этот белый цвет на этом жёлтом тюбике на фоне. Ну, и вот он тоже, соответственно, поверх быстро впитывается. Ну, я не особо тестила, мне кажется. Наверное, всё-таки он хорошо сохраняет эту увлажнённую кожу, потому что я как-то вот им помазалась и больше долго не вспоминала. Потому что так-то я сейчас пользую ещё белорусские кремы своей поездки, и я потом его опишу в пустых баночках октября. Я надеюсь, он тому времени... Ну, не то чтобы надеюсь, даже если он тому времени не закончится, то я его просто опишу, потому что там, в принципе, уже меньше половины. Вот такие два кремика во Фраше. Там у меня была в довесок косметичка, но я решила, что косметичка мне, во-первых, не нужна такая же. Я точно посылала Алёне о поменяшке, когда свечку ей посылала. Я предложила её Алёнке ещё на сайт ВКонтакте, в личке, и она согласилась. В общем, я её подарила ей просто как в довесок к подарку. Так, и, в общем, я в Ревгош, это последний магазин, куда мы зашли, потом я поехала, у меня был рейс на полшестого. И я туда вообще хотела за шариками, масляными шариками. Мне вот эти очень понравились в своё время, масляные шарики. Я не помню, там у меня было Личи и кто-то ещё. А эти лимонные, я их ещё не пробовала, но, надеюсь, в ближайшее время заюзаю. Насколько я помню, тут вообще три, или, да, тут 13 шариков, и как там, 2-3 капсулы. В общем, я и 3 капсулы кидала, и 2 капсулы кидала. Очень классно, но, насколько я помню, я после ванны принимала всё-таки душ с гелем. Вот просто потому, что кожа немножко масляная. Не знаю, кому как нравится, кому нравится этот масляный эффект увлажнённый, то можете не принимать душ после ванны. В общем, вот такой. Я ещё их не открывала. Кстати, вот сейчас вскрою, посмотрю, пахнет или нет. Пахнет чем-то непонятным, но я думаю, что в ванной оно раскроется, потому что внутри капсулы действительно масло, и, если верить, то там лимонное масло, или что-то в этом роде. Оно мне обошлось по карте, по этой 5% скидке, по 278 рублей, так оно стоит где-то 295, кажется. Вообще, мне на телефон приходила смс, что до 30 октября действует скидка 30% довесок к вашей карте. И, соответственно, если вы что-то покупаете в Ревгош, то минус 5% плюс скидка. Но эта скидка почему-то не действовала. Я не стала даже выяснять, хотя я, конечно, тормозила, но мне было тупо лениво выяснять, когда я даже поняла, что это как-то не так. Ну, в общем, пусть остается на совести этого Ревгоша, я не обедняла от этого, но зато купила себе шарики. И еще я зашла в магазин, честно, я не помню, что за магазин. Девчонки мне сказали, что там какая-то дорогая косметика, или там два каких-то магазина было, и, в общем, я туда зашла. Они сначала его раскритиковали, у меня, правда, тут уже все, оказывается, смылось, хотя я его вроде как и не мочила. Само все смылось. И, в общем, по-моему, тропический шампунь для жирных волос, без всякого там эффекта, там, объема или еще что-то. Сейчас вот у меня волосы им помыты, я четвертый день его тестировала. И они мне сказали, что, ой, это такая дорогая косметика, то есть еще 50-е, в результате, когда я вышла уже, с своей маленькой покупкой, они все еще там рассматривали, там были какие-то одеколоны такие вот, типа кейнской воды и фраше. Вот раньше она была, конечно, 800 чента, но, в общем, одно время она стоила, да еще до подорожания, ее можно было купить тоже вот это утро в саду, та же самая кейнская вода, в принципе, вариация, да, ее можно было купить за 990 рублей 100 миллилитров или как-то так. Вот там тот же самый зеленый чай стоял за, ну, в смысле, конечно, не тот же самый, но именно зеленый чай стоял 100 миллилитров за 999 рублей. Я думаю, в принципе, при желании можно там купить что-то такое, если захочется. Ну, и мне пытались усиленно впинтюрить карту, сначала за 370 карту скидочную, потом за 100 рублей, мне как-то это не особо надо было, потому что я не была уверена, что я вообще туда приду. Мне просто хотелось чем-то себя порадовать, ну, поднять настроение, ну, и в результате я купила вот этот малюсенький шампунчик 160 миллилитров за 190 рублей. Девчонки просили, там, в общем, Настя, в основном, кажется, просила этот обзор сделать. Что хочу сказать, плюсы, он очень экономичный, вот я не знаю, будет ли видно, но тут меньше третий еще у меня заделан за 4 раза. Вот в прямом смысле, реально, вот как вот размер, вот капелька такая малюсенькая, ну, конечно, совсем малюсенькая, но вот максимум кофейная ложечка этого шампуня, и хорошо он пенится, хорошо промывает. Вначале волосы очень пышные, но если они были под шапкой, я, конечно, брала без ополаскивателя, хотя они там не женщины, это консультанты рекламировали, что на ополаскиватель, то есть все. Ну, честно, мне на ополаскиватель жаба задушила, те же 190 рублей, вот шампунь я хотела именно для жирных волос попробовать что-нибудь такое. Я не знаю, сколько он полноценный, 800, что ли, с чем-то стоят эти 200 миллилитров, но 60 миллилитров, вот 190 рублей, он очень экономичный, он хорошо промывает волосы, но если вы надели шапку, при этом ничем не укладывали волосы, то вот придете домой, ну, куда-нибудь в помещение, снимаете шапку, волосы такие прирезанные. Если их долго-долго расчесывать, они еще более-менее какую-то форму держат. К вечеру они уже вообще никакие. В этом, в общем, в плане экономичности он хороший. Если я его не пробовала, ни с бальзамами другими, не знаю, может быть, с тем бальзамом родным, он хорошо как-то там все это держит. Ни с какими масками пока, просто чисто, чтобы протестировать сам шампунь. Я не знаю, может быть, оно, конечно, лучше будет. Я потом хочу попробовать и с отдельными масками, там, Эйвоновская у меня есть, этот бальзам для волос, еще что-то. И если оно у меня пойдет в эффект, то, возможно, я такое себе как-нибудь куплю полноценный. Но вот чисто попробовать, единственный действительно плюс, это вот эта экономия. Его совсем чуть-чуть. Но если считать, что шампунь для жирных волос, он же рассчитан, что вы не каждый день им будете мыть, а именно что, хотя бы через день или там раз в три дня, вот в плане этого он совершенно никакой. Бодишоп это у нас называется. Магазин для тела или теловой магазин. Ну, в общем, это у меня были такие косметические покупки. Так, теперь у меня будет обзор подарков от Насти. Вот он был в таком вот замечательном пакетике, красивом. И обзор от Аленки. Я подозреваю, что мне придется ставить на паузу, потому что я не помню, сколько я там говорила, у меня максимум идет 13 минут. В общем, вот такой крем для ног от Фаберлик. Бальзам для уставших ног, охлаждение, релаксация, ментол и арника. У меня что-то подобное было, пролонгирующего действия, кажется, с лотосом, он мне очень понравился. Я еще ничего не вскрывала, я просто когда приехала, все засунула себе в полку, чтобы вот знать, что вот это от Аленки, это я покупала, это там от Насти, да, и просто совершенно сейчас нету времени, и сейчас вот, благо у нас репетиция сегодня, ну, в принципе, уже вторая репетиция театра была, закончилась раньше, и потом меня еще позвали в гости и внезапно, хочешь, не хочешь, надо все-таки сходить. И куча всяких, короче, просто куча неимоверных отдел, и когда вот я поняла, что если вы не высыпаете, не можете по какой-то причине не высыпать и два, две с половиной недели, потом это усталость, как мне родня сказала, копится, 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 и японец мой, японист наш, точнее, правильно вправил мне мозг, правильно в смысле, что, типа, отдыхай и не пей кофе и чай, давай держись, от кофе я, конечно, выдерживаюсь, от чая немножко, все-таки днем чуть-чуть пью, так вот травяной делаю, но совсем отдыхать не получается, я тут взяла замену переводом, ну, и вообще так, какие-то мелкие дела, те же оформления документов, просто невозможно вот так вот просто ничего не делать, да я, наверное, бы не смогла просто ничего не делать, но чисто вот отдыхать, ну, конечно, получается, я в день делаю, в сутки, максимум три дела, потом я уже никакой, ну, чуть-чуть усталость отступает, вот просто я к тому, что говорю, что я вот это положил на автопилоте, думаю, потом когда-нибудь, когда-нибудь, вчера еще хотела, вообще планировала вторник это записать, но у меня тупо не получилось по времени, сегодня у нас среда, да, это вот крем, бальзам от уставших ног, для уставших ног, охлаждение и релаксация от Фаберлик, так, если кому интересен, номер 2159, после вскрытия 6 месяцев, срок годности 18 месяцев, блин, ну, я думаю, можно его, наверное, раскрыть, да, он тут зафольгирован, у меня, конечно, еще не закончился мой белорусский, очень хороший крем с оливкой, не знаю, чем пахнет, но, по-моему, он по консистенции, как тот его собрат, да, вот он такой гладенький, рука, все на руке пробую, беленький, и действительно пахнет мяткой, я думаю, что я его с удовольствием заюзаю, потому что у меня, в принципе, тот крем заканчивается, ну, не то, чтобы заканчиваться, половинка, но я как раз думала себе о каком-нибудь креме, и Настя вот реально так угадала, очень угадала, я очень ей благодарна в этот кремик, учитывая мои контуры, с нашим вариацией, фаберлика, в угличе, я просто не рискую больше что-то заказывать, так, еще у нас тут мыло, керосей, сис, в общем, я не знаю, первый раз вообще вижу такую марку, да, керосис, сирилк, чего-то там, видимо, в общем, насколько я помню, шелк, что-то еще, входящий в состав экстракта альпийских трах успокаивает кожу, ментальное масло, смягчает, увлажняет, и улучшает эластичность кожи, нежный персиковый аромат, подарит коже ощущение комфорта и блаженства, это у нас написано, три года срока годности, ну, как мне моя подружка, Ксюшка говорила, когда-то мне очень много мылом дарили, я еще туда не занималась мылом, я говорю, ой, у меня столько мыла, она говорит, ну, мыло нету срока годности, то что, как я поняла, довольно вовремя, потому что у меня уже там 17 минут и 9 секунд было, я надеюсь, что все-таки я успела нажать на паузу до того, как оно отрубилось само, вот это я не очень сначала поняла, ну, я вообще там была такая, знаете, фотка у меня там такая жуткая, мешки под глазами двух сторон, в общем, какая-то тут маска, мокирование для склонной жирности и проблемной кожи, а, так это Фаберлик, в общем, Настя сказала, что там лучше, разделить на 3 раза, потому что иначе будет жирный слой, ну, в общем, я вот эту маску затестю, конечно же, потом с удовольствием как-нибудь, так, это у нас номер 1085, если кому интересно, вот тут такой вот тюбичек, ну, да, действительно, это на несколько раз, я что-то сначала, когда она сказала, что там разделить на 3, думала там какая-нибудь такой маленький пакетик или еще что-то, тут 20 миллилитров, в общем, попробую с удовольствием, потом в пустых баночках про нее расскажу, закидали меня фаберликом, так, а еще очень, знаете, невозможно так приятно, когда человек, когда ты продвигаешь грин маму уже больше 60 лет, и человек внезапно тебе дарит грин маму, вот эта же чудесная маска, она мне очень раньше очень часто пользовала, потом дарила подружке, очень намного, долго хватает, это грин мама, формула тайги, маска для лица, подорожник и полевые хвощи, очищающие, насколько помню, она зелененькая такая, зафольгированная, кстати, я не буду сейчас пока открывать, потому что у меня пока еще есть маски, которыми я пользуюсь, пусть и не совсем такие, но, да, тут 170 миллилитров, просто чтобы она пока была в запасе, как у меня, ну, в общем, очищающая маска, ну, долго-долго дифирамбить, я думаю, не суть важно, это 10 минут ее держать, потом теплую воду смывать, 2-3 раза в неделю пользоваться, рекомендована для жирной проблемной кожи, особенно при углевой сыпи, с углевой сыпью, я тут внезапно, у меня прыщи юношеские закончились, но так как у меня теперь есть кот, у меня появились не прыщи, а царапки, он любит прыгать мне на спину, гад такой, кстати, на имена свои пока не отзывается, ну, в общем, у меня теперь почти по всей тушке, маленькие такие ссадинки, ну, я ей пользовала просто вот даже вот, реально летом там что-то такое, иногда что-нибудь не того поешь, и вся в прыщах практически, в общем, огромное спасибо Насте, ей даже не пришлось, мне даже не пришлось, ей рекламить эту марку, она сама ее хорошо довольно пользует, так, теперь у меня подарок от Аленки, в общем, тут у меня шампунь и бальзам, точнее, бальзам и шампунь, это Green Mama, бальзам, кондиционер биоламинария, отсекущихся волос, морскими минералами, 400 мл, морской сад, я так поняла, что он ей не понравился, ну, или не подошел, не знаю, на самом деле, мне очень нравится эта серия вот этих шампуней, у меня волос, конечно, уже давно не секутся, фут-фут, ук-тук и так далее, но хочу сказать, никакой шампунь вам не поможет от секущихся волос, все-таки, это все миф, поможет, конечно, только ножницы, у парикмахера, в каком-нибудь салоне красоты, или обычной парикмахерской, а так вот, ну, они, да, он очень хорошо промывает волосы, и бальзам, и шампунь сам, в общем, оно мне очень нравится, и, с одной стороны, то, что не подошло Аленке, я, конечно, ну, нельзя говорить, что там рада, но то, что она решила это подарить мне, я очень рада, во-первых, у меня, не то, чтобы заканчиваться, у меня половина, наверное, еще флакона, не считая вот этого маленького, гринмамовского, уже снятого шампуня, я как раз думала, или сделать что-нибудь себе, какой-нибудь шампунь, уже не на жидкой основе, а именно вот на твердой, ну, я думаю, потом, конечно, я сделаю, делаю это, запишу на камеру, теперь у меня есть фигня, на которую это все можно ставить, оно не упадет, в смысле, этот штатив, я не помню, как, не знаю, точнее, как передать, но довольно приятный аромат, и мне нравятся вот эти тоники этой серии, тоже морской сад, кстати, пахнет так же, как тут, наверное, все-таки это минералы морские, так пахнут, короче, я очень рада, что Аленка мне его презентовала, эти два, и я их буду с удовольствием пользоваться, когда у меня закончится, и вот этот мелкий, я решила сначала мелкий доделать, и потом уже тот, от гринмамы, так, еще когда-то я у нее, оказывается, заказывала, она мне предложила, что ты хочешь в подарок, да, и, в общем, она тут решила мне это подарить, я уже даже забыла, это пионы лилии, это тоже Фаберлик, крем для рук, я его еще не вскрывала, вообще у меня кремов для рук порядка достаточно, ну, мне просто хотелось вот это вот, пусть и в двойном экземпляре, ну, две штуки, и вот это пойдет, конечно, пока в злопасики, и я, конечно, потом с удовольствием его запользую, 75 миллилитров, номер 8571, если кому интересно, так, еще у нас тут, из той же серии, тоже Фаберлик, пионы лилии, гель для душа, тоже пока не пользовала, но обязательно запользую, сейчас у меня стоит, кстати, Фаберликовский, я думаю, он пустых баночков потом год, Аленка мне как-то дарила, мятный шоколад, так, еще она тут мне в довесок кинула лак, даже не знаю, как передать, тут и красный, немножко фиолетового оттенка, я его тоже еще не открывала, Golden Rose, Color Expert, и, как она сказала, под этот, под шарф, кстати, который она мне год назад дарила, тоже Эвеновский, Эвеновский, в смысле шарф, но я буду потом, наверное, может, для следующего обзора, не сегодня, но как-нибудь, сегодня, может, уже не успею, и фотоаппарат у меня разряжается, я за это, замалюсь им, и запишусь, вместе уже с этим лаком, так, ну и последнее, что у нас, кстати, пакетка у нас тут от Faberlic, так, пусть пока на полу, и вот то, что научим сказать, я сначала думала записать, там у меня оборвалось раньше времени, первая часть на 17 минут, потом не дописалась про духи Аленкины, и я думала записать сначала по кусочкам, но я тут была в гостях, сейчас уже 11, 23, 12, если быть точным, у меня тут подвернулось кое-какое дело, ну и вообще, я из гостей вернулась несколько позже, чем планировала, получилось так, что я решила записать просто вот про то, что я не успела, то, что не вписалась в видео, и то, что я не успела рассказать, пусть оно будет из трех частей, и третья часть уже, вот как я вернулась, но зато я покрасила ноготки Аленкиным лаком, и вот та часть, которая посвящена, была духам Аленкиным, почему-то у меня не записалась на фотик, в общем, то ли флешка у меня тормозила, то ли еще какой глюк, ну, пожалуй, начнут, у меня яблочко валяется, возможно, видно его, в общем, мыло, про которое я говорила в первой части видео, и оно оборвалось раньше времени, я его уже вскрыла, я думала, что у меня тогда пишется это все, но на самом деле оно уже перестало писаться, это Silk Meistur, судя по... благо, еще не перевели как это, ну, в общем, шелк и еще что-то такое, тут входящие в состав экстракты альпийских трав успокаивают кожу, миндальное масло смягчает, увлажняет и улучшает эластичную кожу, нежный персиковый аромат подарит коже ощущение комфорта и блаженства, у меня тут уже черновой вариант, Наталья, с которой мы общаемся вконтакте, в личке, с подписчиками, просмотрела и сказала, что, видать, чем больше я устала, тем лучше я выгляжу, в ходу дела на то, в общем, мыло, керасис, такое, вот оно тут 100 грамм, оно сделано в Корее, в общем, я его с удовольствием запользуюсь, сейчас у меня идет пользование мыло от Насти Зарецкой, видимо, трешки, вот то, что она мне посылала, есть сделанная самопальная такая, да, из какой-то, из одной из поменяшек, и тут через упаковку оно чем-то приятно пахнет, тут какой-то рисунок, я его вскрывать не буду, но потом, может, вскрою вообще, как описывать мыло в пустые баночки, когда оно уже заюзалось, если кому будет интересно, я могу его просто вскрыть, ну, или в смысле, когда оно у меня уже будет скрыто, я могу там это, сказать свой, свой отзыв, или оставлю эту баночку, коробочку, положу ее в пустые эти баночки, и потом скажу, что вот такое-то мыло от Насти, и так оно, так-то оно, в общем, так-то оно мылилось, короче говоря, и еще там был шарик, который тоже у меня не вписался в первую часть видео, тоже вот из подарка Насти, бурящий шарик для ванны, персиковый сорбет, я его специально не стала открывать, это, кстати, вот кафе красоты, которое я как-то вот покупала и в пустых баночках потом рекламила, масса персика и экстракт абрикоса, раньше я путала, кстати, персик-абрикос по названиям, ну и по виду тоже, как-то так, ну периодически до сих пор путаю, на самом деле, и в общем, ну я понимаю, что персик, сейчас я понимаю, что персик это большой абрикос, это маленький абрикос, сушеный абрикос, это курага, в общем, я вот это когда увидела, с пронгаромой Аленкой, посказала, ну да, типа Аленка, ну вообще классно, в общем, я очень рада, такой вот, именно то, что тебе нравится, да, тебе подарили, но мне тогда очень подняло настроение, ну и в общем, я сначала думала, приеду, залезу в ванну, но что-то, учитывая, что у меня на следующий день надо было вставать в пронищу и ехать в деревню, убираться в домике, то я решила этот шарик пока отложить, к тому же, я собиралась во вторник делать этот обзор, сейчас у нас среда, уже поздний вечер, но я думаю, на этой неделе я его все-таки заюзаю, приму в ванну, в общем, хороший шарик, спасибо за него, Настя, и вот духи, которые, Аленка очень хотела, чтобы я их открыла при ней, но тут видно, что я их уже вскрывала, там два раза на камеру писала, неудачно как-то, и, как я поняла, такие же духи точно, это Фаберлик Мелоди, тут у нас 15 мл, номер 3186, у меня был такой пробник, тоже, кажется, от Аленки, и, да, тут парфюмерная вода, и я не помню, как он мне понравился, не понравился, я, честно сказать, не помню вообще, сейчас на мне вообще-то, Эйвоновский, парижский шик, паризян шик, и я хоть его прыскала, но у меня все равно, чувствую, именно паризян шик, видать, он все-таки перебивает это все, но, вообще, я тут одно время, пользовалась вот этими вот, и риснуар, но он снятость уже, и, я думаю, и фрашевский, я решила, что если я его быстро так заюзаю, то все, я уже такой не приобрету нигде, и решила пока заюзать, использовать, в общем, Эйвоновский парижен шик, потому что он, в принципе, смахивает и на эликсир, и фрашевский, и немножко вот на риснуар, в чем-то месте, в общем, я при Аленке тогда, что-то не открыла, ибо была, так как заторможенная какая-то, и, ну, вообще вялая, сейчас я его вот тут открываю, вот такой же флакончик, у меня уже два таких есть, тоже от Аленки, я не помню, правда, какие там названия, но они мне где-то там лежат, так, сейчас я его сображу, как достать, в общем, опять такая же, вот эта крышечка, да, вот мелодии, и чем-то свеженьким, таким, мне кажется, все-таки цветочным пахнет, но потом, возможно, я его или в пустых баночках опишу, или там каких-нибудь тематических видео, если понадобится, именно с духами связаны, в общем, вот такие вот у меня подарки были от девчонок, но и мои, соответственно, покупки, и подарки, и сама встреча, хоть я такая без настроения совершенно ехала, и вообще, кстати, коробочка очень красивая, в общем, все это меня очень порадовало, девчонки замечательные, будут ссылки на видео их обзоров подарков и на их каналы в инфобоксе, так сказать, под видео моим, да, и как обычно, ну и, соответственно, проходите и подписывайтесь на их каналы, ну и пишите им комменты, там вот, я не знаю, смотрите их видео, в общем, обзор потом этих вкусняшек, я думаю, записать уже отдельно, потому что уже и поздновато, и я как-то подустала, ну и, не знаю, да, еще вот тут пока вспомнила, мне дали там, помимо косметички, вот такую брошюрку, да не брошюрку, бумажечку, Аленка такую же показывала в своем обзоре, тут вот эти тени такие, помаза, карандашик, и новогодняя серия, это клюквы с миндалем, ну мне что-то, честно сказать, я не знаю, клюквы с миндалем, я как-то не горю желанием что-то такое покупать, максимум я бы у них, может, купила или заказала гель-гамаж, потому что мне нравятся эти французские гели-гамажи, у них, и фрешерские, а бальзам для губ, у меня в принципе, ну, все такого хватает, ну, просто вот такая вот рекламка, с какого она тут действует, а, да, и в подарок идет тут цветочек, честно сказать, мне этот цветочек вообще никуда не нужен, цветок брошь, диаметр 5 сантиметров, при покупке от 200 рублей, ну, такую брошьку они уже давали, не в первый раз, видать, то, что осталось на складе, решили подраздать, с 24 октября по 13 ноября оно действует, ну, наверное, на этом все, если вы досмотрели меня до конца, получили какие-то там эмоции положительные, или что-то новое узнали для себя, то я очень рада, ну, и еще раз извиняюсь, что у меня видео такое получилось оборванное, немножко там тут, и в третьей части, вот то, что не влезло в первую, последнюю, ну, и, не знаю, еще что-то, наверное, сказать, и, да, я там это, постараюсь, чаще теперь записывать видео, подразгребу свои дела, ну, не знаю как, но постараюсь про эти вкусняшки записать, все-таки на этой неделе, правда, не обещаю, что получится, ну, в общем, наверное, прощаться, в общем, в хорошем настроении, и тому подобного, добрых снов, потому что сейчас уже вот у меня чисто, мягко говоря, ночь, хоть я старательно пытаюсь ложиться вовремя, но что-то у меня только один день получилось в такое время ложиться, когда я своего запишу как-нибудь, тут он орал, возможно, слышно было, возможно, нет, ну, и до новых встреч, пока!